Ноябрь. Фильм эстонского режиссёра Райнера Сарднета. История, рассказанная режиссёром, проста и незамысловата. Молодая и привлекательная крестьянка Лина влюблена в односельчанина Ханса. Ему же нравится барышня из поместья местного барона. Казалось бы, что ещё можно сделать из классической и множество раз обыгранной истории? Что может быть банальнее замыленного сюжета, выбранного режиссёром для фильма? А дальше начинаются чудеса. Сарднет рассказывает нам страшную сказку. Сказку для взрослых. Нет. Режиссёр не пытается запукать зрителя, как это делается в бесконечных и однотипных фильмах ужасов. Эстонское село, где разворачиваются события, живёт в атмосфере мистики и народных традиций. Герои картины именно живут оккультными верованиями. И режиссёр показывает всё это настолько достоверно, что уже не сомневаешься и не удивляешься, когда на День всех святых умершие родственники приходят к героям фильма покушать. Хлебушка. Или крестьянин идёт ночью в лес, чтобы получить у чёрта душу для своего крата. Что такое крат? Посмотрите фильм. Это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Несмотря на мрачную атмосферу, которая словно туман покрывает весь фильм, картина пронизана юмором и национальной самоиронией. Режиссёр откровенно и убедительно рисует, насколько в языческой жизни села нелепо и декоративно выглядит христианство. Но и здесь Сарнет не перегибает палку и показывает это по возможности деликатно, не оскорбляя чувств верующих. Черно-белая эстетика кино как нельзя лучше дополняет и усиливает атмосферу подлинности, происходящего на экране. Отдельно хочется поблагодарить Марта Таниэля, оператора картины. Видно, насколько скрупулёзно и точно оператор выстраивает кадры. Они словно забытые гравюры старинных мастеров. Порой фильм хочется поставить на паузу и просто полюбоваться картинкой. И вот уже как лягушка-квакушка в сказке превращается в царевну, так кино в чутких и умелых руках мастера из банальной лавстори превращается в мистическую поэму, трагическую и прекрасную. Весь вместо любви и смерти, а подлинность характера в персонажей не вызывается мнений. Осталось добавить. Фильм вышел на экраны в 2017 году. Сценарий написан режиссёром совместно с Андресом Киви Ряхко по его роману «Гуменщик» или «Ноябрь». В сети на Торренток фильм представлен и проблем по скачиванию быть не должно. Ну, а если возникнут, пишите на почту. А что до моих рекомендаций, продолжение следует.